Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 2 апреля, сегодня сейчас 8.30 утра. Я вышла, сейчас снимаю попозже, я в теплице уже своей была. Хочу сказать, что у нас сегодня последняя холодная ночь, было минус 3. И видно, что на земле, как бы, и не изморозь, где было мокро, там вымерзает вот эта влага. Очень мало осталось сугробов. Вот дорога до той теплицы, куда я хожу каждый день, уже вся растаяла. Начали появляться тюльпанчики у нас. Тюльпаны, нарциссы, все вылазит. Очень резко, после холода, вот вчера было тепло, плюс 10, сегодня плюс 14 будет. Хочу сказать, что сегодня я почти все дела вот в той теплице, которая с подогревом грунта закончу. И буду уже обживать вот эту теплицу, буду готовить ее к высадке. Это у меня с подогревом только верхним, инфракрасные. Я там высаживаю позже. Иногда они, применяю их, иногда они вообще остаются без дела, если теплая погода. Вот, короче, смотрите, эта теплица полностью подогрев и воздух, и грунт. Эта теплица будет только подогрев верхний. Ну, то есть инфракрасные греют, они нагревают немножко поверхность, грунт и растения. И вот та теплица, вон там далеко, та полностью холодная, она никак не оборудована, и она еще дырявая, со щелями. Так что все три вида... А, ну и потом будет последний открытый грунт. Так что все три вида условий выращивания вы вместе со мной пройдете. Полностью тепло, полутепло, половина, и совсем холодная. И хочу сказать, что сегодня у нас ночью... Сейчас повернусь. Синоптики обещают плюс семь ночью. Всю рассаду, которую я выношу на день вот сюда, вот та, которая осталась от высадки в ту теплицу с подогревом, я же там какое-то количество высадила, остальное осталось. И вот я ее каждый день сюда выношу, заношу, выношу, заношу. Сегодня она останется здесь ночевать, потому что... Ну, я буду вечером, конечно, смотреть погоду, потому что если ночью будет плюс семь, то вот этот поликарбонат, он два-три градуса все равно дает. И в самые холодные часы под утром будет, наверное, десять. И еще знаете, что... Сейчас отодвинусь, что-то видно было ее. И еще знаете, что дает тут еще плюс небольшой? Вот сегодня будет плюс четырнадцать днем. Лотки с рассадой, которые стоят, они... земля нагревается до такого состояния, их вечером, когда заносишь, они почти горячие. И вот это тепло от лотков, когда уже температура на улице упадет, тепло от лотков, оно еще и дает дополнительно обогрев, как бы такие батарейки. Вот сегодня у меня будет первый раз теплица оставлена вообще без какого-либо обогрева. Вот видите, сейчас покажу вам. Вот труба, видите, дым идет. Мы еще топим печку. Вот муж перед тем, как уехать на работу, затопил печку и поехал. Потому что на улице, когда минус три, минус четыре, это, конечно, холодно. Все, сейчас пройдем в теплицу. Но там ничего нового. Я уже сегодня была так же. Воздух был пять градусов. В тоннеле у них восемнадцать градусов. Сегодня придется уже ее притенять, потому что вчера там было градусник до конца. Вот пятьдесят там показаний, до пятидесяти красная вот эта поднялась. Ой, как птички поют. Все. Идем. Температура поднимается очень быстро. Я вот была с 7.30, я ежедневно в 7.30 захожу, я говорила, было пять градусов. Сейчас уже 16-17, буквально за час 7.30... А, нет, да, за час 7.30, сейчас 8.30. За час поднялась на 11 градусов примерно. Сейчас я буду их открывать. И сегодня, я вот сейчас выключила инфракрасный обогреватель, потому что было минус три, минус четыре ночью. Сегодня у меня здесь останутся томаты без какого-либо подогрева. Не будет греть ни верх, не будет греть ни низ, потому что сегодня на улице очень яркая солнечная погода, тут так хорошо прожарит. И ночью плюс 7, представьте. Ну, тут будет приемлемая температура, даже без обогрева. Каждое утро я прихожу и открываю и полиэтиленовую пленку, и нетканку. Если бы здесь у меня были только высаженные в грунт томаты, я бы могла нетканку не открывать, просто целлофан откидывать и все. Но так как у меня здесь очень много стоит томатов на подращивание для следующей теплицы. Я вот говорила, что сейчас три недели пройдет, и я буду высаживать следующую теплицу. Где они находятся? Конечно, они вот стоят. Они стоят вот какие-то в контейнерах, какие-то... Сейчас подождите, посмеемся. Смотрите, вот эта бета, она от всех индетерминантных отличается. Смотрите, куда уже загнулась. Ой, сейчас не попала. Вот она она. Она уже, мне кажется, на второй метр пошла. Вот. И так как эти стаканы у меня здесь, ну, как у меня, они на хранении или, можно сказать, на доращивании, они ждут, когда же теплица согреется до такой степени, что можно их высадить. Поэтому мне каждый день приходится открывать вот эту нетканку и вот эти стаканчики все или просто проверять, я вчера вечером поливала, или просто проверять, есть ли сухие, или сразу поливать. Вот бывает, когда я вчера пришла вечером, я поняла, что до утра они не дотерпят, ну, не вечером, часов в шесть, наверное, и я какие-то уже выборочно полила. Поэтому пленку открываю, медосмотр, все просматриваю, нет ли каких у нас тут, ну, неприятностей, может, там где что сломалось или кто один на другого залез. Бывает, что, ну, забивая друг друга, я тогда их пошире расставляю. Кто-то интересовался о Настеньке, ну, почему я не показала Настеньку? Ну, Настеньку вы видели каждый день, когда я вам, смотрите, какой перец, пальма, я его не стала высаживать, побоялась, что он забьет другие перцы, что-то удивительно, очень большое для этого времени. Я Настеньку показывала каждый день, когда вот этот термометр смотрела. Вот в тоннельчике у них 20 градусов было, а вот она Настенька. И если говорить о том, рванула она вперед или нет, как я вчера говорила про чудо лентяя, про ренет, нет, она не рванула, но выглядит достойно, новые листики наращивает. Ну, видите, у нее по сравнению с ренетом совсем другое строение листа, вот такое вот. И она выглядит хорошо, но не сказать, что она прям сильно увеличивается, как вот этот перец. Представьте, он стоит в 200-граммовом стакане. Когда спрашивают, что может быть вы его чем-то как стимулировали, нет, видите, у него корни такие. А так как у него точного наименования сорта нет, он у меня подписан, красный крупный, ну как смесь, я его в теплицу-то не высаживаю, боюсь, и до открытого грунта он, наверное, не доживет, что-то слишком велик. И еще, что мне интересно, у него листья идут, идут листья, много-много-много-много, а зачатка вот этого цветка даже не видно. Еще хочу показать перцы и баклажаны. Это у меня тут томаты-брошенки, которые оказались ненужные, стоят, не знаю, что с ними делать. И если говорить про перцы и баклажаны, то глядя на перцы ежедневно, я вижу, что им тоже здесь нравится. Вот смотрите, вот эти вот цветочные бутончики, они были чуть-чуть видны, теперь они уже полностью выдвинулись. И у них выросли вот эти маленькие настоящие листики уже прям на новом месте. И вырос настоящий лист у баклажана. Вот видите, вот эти все темные, они с ними приехали, вот эти листики, а вот этот вот белый, такой как дымчатый, туманный, вот у этого, и у этого, видите, появился. Короче, баклажаны родили по одному настоящему листику. Я всегда говорила, что листья это индикатор здоровья, индикатор того, комфортно или нет растению. Вот это значит, что и баклажанам эта температура, эти условия выращивания нравятся, и перцам. Если бы перцу было плохо, если бы перцу было холодно, он ни за что не пошел бы в рост, не вырастил бы вот эти новые, прекрасные, видите, такие блестящие, глянцевые новые листья, он бы затормозился, как мы всегда же говорим, ниже 15 градусов, если он тормозится в одной паре, эти перцы сразу после высадки пошли в рост. Я надеюсь, и дальше у них в жизни все будет так же благополучно, скоро они уже расцветут, будем ждать первых перчинок. Все, до свидания, вот такой обзор теплицы на 2 апреля. Кстати, те, которые вот я из лотка высаживала, уже люди спрашивают, встанут они или нет, сейчас до них дойдем, они понемножку встают, им пришлось труднее всего, я вообще всегда практикую в стаканах выращивания, из стаканов без повреждения корневой системы, вот я вчера высаживала вот эти, они стоят как живые, они почти не чувствуют, а из лотка, конечно, эти корни на жару, у них вот этот перерыв получается, что с одного грунта до другого, но все равно они встают, вот видите, был вот из лотка, вот этот, сколько-то, по одному, по два листика, может быть, они и потеряют, вот видите, как, было, конечно, очень жарко, надо было как-то ночью выйти, что ли, высадить, не знаю, но вообще, в общем, обстановка здесь хорошая, и я все-таки надеюсь, что мы так помаленьку, помаленьку дойдем до суперраннего урожая без потерь, все, до свидания, до свидания, Продолжение следует...